Америка массово разъезжается. Статбюро США поделилось демографическими данными за 22-й год. Численность американцев выросла до 333 миллионов человек. Правда, основным драйвером роста стала именно миграция. За уходящий год больше миллиона человек легально эмигрировали в США. И еще несколько миллионов нелегально. Их статистики обычно не учитывают. Их количество больше 5 миллионов в любом случае. Рождаемость же в США с начала пандемии остается на низком уровне. 1,6 ребенка на одну женщину. При этом внутри страны отмечаются явные региональные дисбалансы. Техас и Флорида стали рекордсменами по притоку внутренней и внешней миграции. Два этих штата за год приросли более чем 400 тысячами приехавших туда американцев и выходцев из других стран. В левых штатах все гораздо хуже. За год из Нью-Йорка уехали рекордные 300 тысяч жителей. Калифорнию за 22-й год покинули 343 тысячи, а Иллинойс – 141 тысяча. Население массово убегает из левых оазисов, опасаясь взлета преступности и дороговизны жизни. И переезжая в Штаты с низкими налогами, функционирующей полицией и консервативной повесткой. Олицетворение этого тренда стал Илон Маск, сам недавно переехавший из Калифорнии в Техас. Но вместе с ним, тем же маршрутом, движутся еще и сотни тысяч бизнесменов. Во Флориде уже формируется свой южный Уолл-стрит из хенш-фондов, переезжающих из Нью-Йорка и Чикаго. Эти процессы стали следствиями культурных войн и поляризации американского общества. Но они еще дополнительно усугубляют раскол США, где мировоззренческие различия между Штатами становятся все более осязаемыми. Последствия этого усиливающего раскола станут определяющими для будущей Америки уже в ближайшие десятилетия. Продолжение следует...